Это вот комната наша, это вот человечек, мы сейчас с той стороны на него посмотрим, здесь вот красивый Тураса, посмотрите какая красота, сейчас вот так вижу, и чтобы в шапочках, ой какая красота, отдыхаю я в Турции, отдыхаю не одна, отдыхаю с подружкой Настей, и сейчас мы пойдем завтракать и попробуем показать, что собственно у нас здесь есть. С возвращением дела обстояли не так, как наверное хочется, я не осознала этого сама сразу, началось все с того, что мне позвонили, просили вернуться, я приступила к тренировкам, сказал, что попробую, и почувствовала именно в этот момент, что мне самое хочется, что Мелая не вернулась, хочется любить. Завтрак очень разнообразный на любой вкус, для спортсменов это особенно хорошо, потому что хочется все-таки в отпуске, конечно давать себе поблажки, но не слишком часто, а вот, позже покажу тарелку, которую себе наберу, если конечно это интересно. Кстати, ну так выглядит мой завтрак, не хватает только кофе и воды, а Настенька уже раскопилась. Для меня в сезоне в принципе наверное не было ничего сверх сложного, наверное все-таки возвращать былую форму, тяжело было от ничего не делания, перейти сразу снова к профессиональному спорту, но тем не менее думаю, что справились хорошо, вот, а в целом все, что было сложно, было также максимально интересно, поэтому все-таки, наверное, впечатление хорошее осталось, и поэтому оно мне кажется настолько тяжелым. Одним из самых главных факторов выбора отеля было наличие хороших тренажерных, потому что для меня это сейчас очень важно, в отпуске я тренусь практически каждый день. Туда я, собственно, сейчас и направляюсь, постараюсь показать свой тренировочный процесс. Думаю, что в сплочении в основном сыграла вся ситуация, все, что произошло, люди ушедшие. Как-то мы поняли, что либо мы собираемся вместе и идем к результату, либо опускаем руки и свыкаемся с ней. Думаю, что все равно каждый в какой-то подлинном мере вложил в происходящее, случившееся свое. Тренировку я свою закончила. Хочу сказать, что очень подвезла нам за пылью, точнее сказать, выбрали очень хороший, любому профессиональному, любителю. С любым видом спорта такой зал подойдет, потому что там есть абсолютно все. Я очень довольна, что могу выполнить за ногой вводить тренировки. Сейчас я уже выполнила свой план на день, и теперь мой день свободен для отдыха, для развлечений. И, собственно, сейчас, наверное, время обеда. Я никогда не задумывалась о том, чем я занимаюсь перед игрой. Как-то переключается в голове что-то, да, на разминке хочется веселиться себя, других заряжать позитивной энергией, чтобы люди вокруг не сильно нервничали, волновались. А перед игрой уже, да, нужен конкретный фокус. Прокручиваешь в голове, что делает соперник, что ты должна сделать. Именно поэтому, наверное, кажется, что серьезная. На самом деле, я кайфую. Время вроде пришло. Выглядит он нормально. Моя задача номер один была не заляпать белую рубашку, но я с ней уже не справилась. Покажите. Нет, я не буду показывать, что это. В общем, как есть. Моя спутница. Когда только начала тренироваться, меня реально мотивировало просто пойти на тренировку. Я вставала чуть ли не за три часа. У меня энергия пила фонтазм. Мне хотелось. Хотелось работать, хотелось заниматься. И, в принципе, пока что это не закончилось. Конечно, в отпуске тяжеловато. Всем этим заниматься хочется на лежачок. Прилечь, закрыть глаза, поспать где-нибудь на солнышке. Но, тем не менее, тоже приходится через себя перешагивать. Но я уверена, что как только вернусь на ученом, все будет так вот. Не как в отпуске с местами, как обычно. После обеда мы с Настей разделились. Она отправилась за кофе. Я иду в зону складостей, скажем так. Но, увы, не для себя. Блиц, можешь отвечать коротко или нет. Вопросы будут супер разнообразные. Так что готовься. Ну, давай начнем. Беговая или тренажерка? Тренажерка. Чай или кофе? Кофе. Твой любимый фильм? Много. Ну, хотя бы жанр. Сложно. Любимый прием пищи? Завтрак. Что любишь есть на завтрак? Чаще всего, что-то связано с омлетом, осторожно. Только омлет или что-то еще? Ну, разные вариации, но в основном это все базируется на омлет. Декоративная косметика или уходовая? Уходовая. Я просто проверяю, знали ли я ответы на сами вопросы. Так. Любимый актер? Их два, наверное. Кольн Харлова, брат Пит. К сожалению, хобби я так и не нашла. Хотя очень старалась, очень много чего попробовала. И в принципе, если честно, когда я вернусь к тренировкам, мне очень тяжело уделять время чем-то еще. потому что отдаешься полностью, отдаешься тренировочному процессу, подготовки к какой-то просмотрам игр. что я оставила, это изучение испанского, что тоже тяжеловато, потому что физически тренируешься, кажется, что тебе вроде ничего делать не надо, но башка не варит совершенно, когда устаешь. Но пока что дружусь, пока что более-менее стабильно занимаюсь, это очень радует. Вот. А так, в целом, нет. Корричина, наверное, остается прежней. И, к сожалению, пока я верю, я надеюсь, что будет, что мне понравилось. Твой любимый спортсмен? Майкл Дорген. И Стефан Карри. Все, что связано с баскетболом, я так понимаю? И его продамичить. Угу. А твое хобби? Я бездарна. Я только не игрок, да. Это неправда. Это ложь. Wrong! Ну, я знаю, что ты, например, любишь увлекаться видеоиграми? Это не хобби, это безделье. Ну, это развлечение. Хобби — это как развлечение, это не какое-то мастерство, которым ты должна обладать. Ну, я не знаю, что я в поисках. Твой любимый напиток, когда отдыхаешь? Ну, вообще, это вода? Ну, нет, но я имею в виду... Да, да, да. Когда позволяешься расслабиться? Джин с парадами сахара или вино сухое, белое. Интересно, твое любимое летнее блюдо? Окрошка, но это опасное блюдо. Я очень люблю кушать, поэтому это сложно. Ну, еще раки, да? Раки вообще в любое время ходят. Сейчас мы идем в аквапарк, который находится в нашем отеле. Настя уже обладила все. Сейчас постараемся показать. Трудно. Настя, стань! Радуга! Так, я катаюсь с Найбургом. Смотри, как быстро! Нет, я вхожу. Вхожу из Ростова, перехожу в норовежский вайперс. Контракт там на год. Хочется попробовать, попробовать свои силы. Хочется играть в Лиге Чемпионов. Не сдавать позиции именно гонбольных. Не играть с лучшими, играть с лучших. Не умоляю, естественно, наш чемпионат, все здорово, но Лига Чемпионов это совсем другой уровень. Хочется его ощущать. Все-таки спортсмен век, он очень короткий, и мне очень хочется сказать, пока есть это желание, я думаю, что нужно идти в ходе. Я думаю, что я могу сделать это с телефоном. Все? Да. Смотри. Нет. Не бронсан. На протяжении месяца полтора, наверное, естественно, были другие клубы, очень много обсуждений, раздумий, решений. Тяжело его было принять. В итоге там выбор остановился на двух. И каким-то образом я его сделала, но на самом деле не сложно. Вот. Понялся. Кто победитель? На самом деле чемпион Анастасия, а я вот. Приятного вам вечера, Анна. И вам. Спасибо. Болейший. Искренность. Выстрая отвечу. Люди в цену больше всего искренности. Не люблю ложь в таком виде. Книжка Чехов. Вообще, в этот раз будет смешно, потому что я ее читала еще на пути в Москву. И читаю до тех пор, просто переключалась на другую. Да, вот ты сказала, что она тебе понравилась. Что была за книга? Сальникова Пультрейгер. Как так? Интересно. Но Пультрейгер. Очень интересно. Я прочитала ее меньше, чем за неделю. Но это о чем-то договорили. В конце ты ничего не поняла, да? Нет, я поняла, но они... Маленький спойлер можно для людей? Нет. Нет? Так неинтересно. Мне захотелось, мне захотелось отрубить очень многое. Начала я с прически по-моему, со стиля. И, наверное, жизненные... жизненные представления какие-то тоже поменялись. Поэтому душа требовала, скажем так. Сегодня у нас экскурсия на каньюне. Мы будем купаться в озере и смотреться разные красивые места. Бомба! процесс. Потому что процесс это самое сложное. И самое приятное. Потому что результаты без процесса не бывают. Парголь. на данный момент Лига Чемпионов наверное без скидок. Короче, чем больше, тем лучше. Лига Чемпионов все подходит. Флава интересуюсь по признанию о чьем. Наверное, сильнее всего понять и собой гордиться самому. Для меня это всегда давалось очень сложно. И, в принципе, пока мне наверное сейчас не надо. Но надеюсь, что в конце карьеры я смогу себе сказать, что я молодец и я смогу. Риск. Уединение я думаю. Мне комфортно, мне интересно с людьми. Я опасаюсь. Я попаясь. Если со знакомыми и друзьями, то, конечно, уединение. Нет, на самом деле да, я интроверт. Но иногда у меня бывает тумблер переключается. Мне нравится быть в компании. У меня есть хорошие друзья. Мне нравится проводиться вместе с ними. Но они в то же время знают, что уединение от качества не спешит. Быть счастливым однозначно. Успех. Если кому-то он приносит счастье, почему у меня это счастье у всех заключается в разном. Но у меня счастье. Карьера и семья. На данный момент наверное карьера. Анастасия и поехали. 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 Я однозначно хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, потому что во всей сложившейся ситуации за сезон случилось очень много, я не говорю, почему так не учиться, за все это время, по крайней мере, что я в Ростове, очень много было разных ситуаций, проигрыши, победы, травмы, очень много всего. Хочется сказать огромное спасибо за поддержку, за то, что всегда были рядом, особенно на площадках, всегда чувствовалась эта энергия. Я уже говорил это один раз, скажу еще раз, болельщики это наша душа, это наш мотор, который толкает нас вперед, нереальные были атмосферы, особенно последние матчи, сейчас вспоминаю, даже чуть-чуть мурашки бегут, очень круто, это, наверное, то, почему мы будем встречать больше всего.